Здравствуйте! В эфире программа «Время жить». Мы продолжаем разговор о самых важных вопросах, касающихся нашего здоровья. Сегодня вы увидите... ГМО – безобидны или вредны продукты генной инженерии? Аква-аэробика – чем она отличается от простой аэробики? Синдром хронической усталости – что это такое? Еда Франкенштейна – продукты мутанты, как только сегодня не называют ГМО. Но в чем, собственно, их особенность, вызывающая такие эпитеты? Чем еда с генободифицированными организмами отличается от еды без ГМО? В чем вред и польза? Узнаем из следующего сюжета. ГМО гораздо проще и, соответственно, дешевле выращивать. Вот главная причина их распространения. Трансгенные организмы устойчивы к внешним условиям, не боятся болезней и вредителей, не требуют сложного ухода. Это экспериментируется и выводится в более устойчивый вид для того, чтобы потом получить такие устойчивые к болезням. Например, картофель выводят таким образом, что он устойчивый к колорадскому жуку. Все знают, какой он экономический урон приносит тем, кто выращивает картофель. И такой вид картофеля, который не ест колорадский жук, очень выгодно выращивать. Действительно, в результате модификации ряд овощей получил в свой состав большие концентрации растительных гормонов. Это может влиять на человека отрицательно. Однако произойти это может, если он будет регулярно употреблять большое количество таких овощей – килограммами в день. В некоторых случаях возможно даже развитие бесплодия. Однако среди этих культур в основном представлены такие, как острый перец, паприка и тому подобное. Кормление мышей генмодифицированное свойство этой пищи проявляется не в первом, не в втором, а в третьем поколении. И приводит к тому, что третье поколение перестает размножаться. Поэтому мы пока не можем сказать, насколько они вредны или полезны, насколько это нужно посмотреть в длительном ряду поколений. Главный аргумент противников ГМО – малоизученность влияния трансгенных организмов на человека. Мир имеет с ними дело не так много лет, так что говорить о полной безопасности ГМО еще рано. Кроме того, некоторые считают, что продукты с трансгенными добавками провоцируют аллергические реакции. Есть ограничения. Законодательством предусмотрено, что в продуктах для детского питания и продуктов для беременных кормящих матерей содержание ГМО вообще не должно быть. Если производитель добавляет в продукт ГМО компоненты, он должен указать это на упаковке. Сам покупатель, когда он берет продукт в магазине, он должен посмотреть, если содержится там ГМО, это должно быть отражено. Не содержится – не отрежено. Но помимо того, что сам покупатель определяет для себя, нужен ему этот продукт или не нужно, это определено российским законодательством, законом о защите прав потребителя, обязывает производителей проводить эту маркировку. Но еще и государственные службы, в том числе наша организация, проводят лабораторный контроль продукции, которые являются аналогами тех продуктов, которые могут содержаться ГМО. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что в Рязанской области мониторинг оборота пищевых продуктов, имеющих генетически модифицированные аналоги, проводится с 2004 года. Чаще всего на наличие ГМО исследуются колбасы, консервы, кондитерские изделия. В 2004 году, в 2005 году у нас были находки, мы находили качественные реакции, у нас проходили, что у нас содержится в продуктах ГМО. Но у нас находок с 2006 года не было ни одной находки, даже каких-то таких подозрений не было. Почему? Потому что сами производители очень заинтересованы в реализации своей продукции. И если их обязали это маркировать, и вы сами понимаете, что такая продукция, которая еще вызывает какое-то сомнение у потребителей, и она меньше берется покупателям, поэтому они стараются сделать продукцию как положено. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, в настоящее время в нашей стране в полный объем необходимых исследований прошли 15 видов пищевых продуктов растительного происхождения, 6 сортов кукурузы, 3 сорта сои, 4 сорта картофеля и по одному сорту риса и сахарной свеклы. Они получены с применением методов современной биотехнологии и разрешены для использования в пищевой промышленности. Аквааэробика популярна уже несколько лет, но изобретательность инструкторов открывает все новые высоты, точнее глубины. Чем полезен и какие скрытые физические силы пробуждает в нас этот вид тренировок, расскажем дальше. Танцевальные ритмичные движения в воде и есть основы занятий по аквааэробике. Кажущиеся незначительным отличие от простой, аэробики на деле являются кардинальным и значительным, ведь все упражнения здесь построены на вязкости водной среды и ее преодолений. По сути, вода – это жидкий тренажер. Как известно, вода обладает множеством полезных свойств и положительно влияет на наш весь организм. Занятия в воде снимают напряжение как мышечное, так и эмоциональное. Важным преимуществом аквааэробики является то, что она подвластна практически всем возрастам и не требует специальных навыков плаваний. Если вы даже не умеете держаться на воде, будет достаточно приобрести или взять у инструктора специальный пояс для поддержания тела на плаву. Он будет помогать сохранять равновесие во время занятий. Еще один интересный аксессуар для этого вида тренировок – акваперчатки. Они создают дополнительное сопротивление при движении рук в воде. На занятиях используется и такой универсальный предмет инвентаря для аквааэробики, как нудлс или эластичная аквапалка. Он может выполнять функцию поддержки человека на воде, позволяя делать массу упражнений на различные группы мышц. Своё название нудлс получил от своего вида – цилиндрическая, достаточно длинная палка, похожая на лапшу или макаронину. Занятия аквааэробики полезны людям при варикозном расширении вен, при заболевании сосудов, суставов. Также занятия аквааэробики полезны беременным, но здесь есть отдельные занятия по аквааэробике для беременных, где слегка снижена нагрузка. Для них, но в то же время идет работа и на мышцы пресса, и на мышцы таза, и на дыхание. Вода в бассейне прохладнее тела. За счет этого при аквааэробике мы тратим энергию не только на выполнение движений, но и на поддержание температуры. Причем основная доля калорий для этого берется именно из жировых отложений. Аквааэробика – это гарантия сжигания лишних килограммов в сочетании с маленькой загруженностью суставов. Такой вид тренировок любим многими знаменитостями. Так Джулия Роберт набрала 7 килограммов ради роли актрисы Элизабет Гилберт в фильме «Ешь, мались, люби». Она ела только пиццу и пасту. Любимая еда помогла ей без труда набрать вес. Вернуть прежние формы звезде помогла аквааэробика и особая диета. За счет сопротивления в воде людям с лишним весом занятия аквааэробики более полезны, чем занятия в фитнес-зале, именно на суше. Почему? Потому что здесь, как я уже сказала, идет менее нагрузка на суставы, что очень полезно для них, да, но в то же время идет активная работа на жиросжигание. Поэтому если соблюдать стабильность, регулярность занятия, то можно очень эффективно сбросить лишний вес. Занятие аквааэробикой бесспорно влияет на осанку. Когда пытаешься вертикально удержаться в воде, сутулость и расслабленный живот не пройдут. Без правильной осанки ничего не выйдет. Поначалу тяжело, но со временем начинаешь чувствовать, что и когда нужно напрять, чтобы устоять на скользком, увертливом нудлсе. Такие тренировки способствуют гармоничному развитию мускулатуры. Кроме этого, вода сама по себе обеспечивает легкий массаж всего тела. Однако вода в бассейне часто содержит хлорку, а это может вызвать раздражение, а если нет, то очень сушит кожу. Поэтому перед тренировкой рекомендуется наносить защитный крем на лицо и руки. После занятий душа воспользоваться увлажняющим кремом. Всем известно, самое лучшее лекарство от усталости – это хороший ночной сон. Но что делать, когда наступившее утро не приносит облегчения? Как бороться с синдромом хронической усталости? У любого из нас может возникнуть усталость по какой-то причине. Это нормальная реакция организма. Однако, когда она не проходит неделями, а наоборот с каждым днем нарастает, велика вероятность, что это не просто переутомление, а синдром хронической усталости. Синдром хронической усталости в настоящее время под вопросом, новая ли это болезнь или это давно забытое старое. В каком смысле? От 50 до 80% страдающих этим синдромом людей все же имеют или имели в прошлом психическое заболевание. Это депрессия, самотофорные вещи, не такие страшные, но имели. Может быть, это не совсем что-то новое, а именно отзвуки тех заболеваний. Есть такие данные, что синдромом страдают где-то от 2 до 7 человек на 100 тысяч населения. Вот, допустим, в Германии 300 тысяч человек страдает вот этим синдромом. Синдром хронической усталости напоминает состояние перед заболеванием или после него, когда организм долго не может прийти в себя. Только продолжаться это может месяцы, а иногда и годы. Это просто длительный период до усталости, там свыше 6 месяцев. И когда человек после обычного сна в отдыхе не восстанавливается. Вот, по сути, вот это и есть синдром хронической усталости. Ну, правда, есть такие еще мысли, что вот у нас нарушение обмена эндокринной системы вызывает. Потом может быть недостаток магния. Магния у нас отвечает за образование и распределение энергии в организме человека. Потом в организме существует такое вещество серотонин, которое вот отвечает за то, чтобы человек был в тонусе. Это нарушение обмена серотонинок. При синдроме хронической усталости не нужно отчаиваться. Это лишь повод, чтобы сойти с каруселей и посмотреть на себя со стороны. Поразмыслив, вы сможете определить причину своего состояния, а следовательно и увидеть пути к выздоровлению. Врач может назначить различные физиопроцедуры, массаж препаратов, которые могут включать магний, витамины группы В и другое. Очень хороший эффект применения антидепрессантов. Но опять не у всех, у ряда, страдающих этим синдромом. Затем двигательная и физическая активность должна быть, несмотря на усталость. Дальше нормализация режима дня и отдыха. И еще хотел одно сказать, что вот СХУ может быть, ну не я это вопрос, а это из литературы, при превышении электромагнитного поля людей, которые работают с компьютером, без заземления. Так что заземление должно быть. Как же справиться с хронической усталостью своими силами, пока еще синдром не перешел в более серьезную стадию заболевания? Когда нервная система немного истощена, начинает страдать сон. Особенно это бывает у людей умственного труда. Ни один человек при наличии мыслей тревожащих, которые крутятся у него в голове, заснуть не сможет. Значит, главное, чтобы человек от мыслей был спокоен. Прогнать их невозможно. Но можно сконцентрировать свое внимание на чем-либо. Один из эффективных методов является, вот вы, допустим, приготовились спать, и для себя решили, так, все, я сплю. И свое внимание сконцентрировали на воздухе, который ходит по носовой полости, или бронхов. И все, и смотрите, ага, выходит, ходит. И когда вы за этим наблюдаете, вы уже не мыслите, и сон достаточно быстро наступает. Есть разнообразные методики, которые помогают расслабиться и легче заснуть. Расслабление мышц способствует тому, что в мозг человека уменьшается приток импульсов, которые его тревожат. Кстати, и массаж является тоже определенной методикой, при котором снижается нервное напряжение. Дальше существует очень хорошая методика – это нервно-мышечная релаксация. Она бывает активной, когда вы напрягаете какой-то участок мышц на некоторое время, потом расслабляете и чувствуете расслабление. И так по всему телу. И таким образом вы учитесь расслабляться. Но все же основа профилактики синдрома хронической усталости – это отдых, причем активный. Рыбалка, поход за грибами, прогулка по лесу восстанавливают силы значительно лучше любых лекарств. Бесценное умение иногда смотреть на себя и свои проблемы со стороны. Может оказаться, что цели, к которым вы стремились, жертвуя отдыхом, сном, свободным временем, призрачны ли идете вы к ним через дремучий лес, тогда как светлая тропинка, которую вы не заметили, рядом. Знаменитый писатель и мыслитель Генри Дэвид Торо как-то сказал, «Судите о своем здоровье, потому как вы радуетесь утру и весне. Желаю вам радоваться и осенью, и зиме, и лету, каждому приятному моменту жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова